Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, насколько слышно Я даже микрофон подцепила Но я не знаю, насколько он работает Вот, напишите Добрый вечер, Светлана, я здесь Напишите, насколько слышно Слышно ли хорошо Мы сегодня будем с Борисом Давно не было Боречки у нас, да? Такие лапы огромные уже Большие лапы Длинные уши Микрофон не работает, мне пишет Слышно более-менее Тогда микрофон я снимаю Закажу я ребят сутки Другой, но нужно будет время Чтобы он пришел, как минимум Поэтому вот так вот Слышно и видно хорошо Не очень слышно Звук, но малость бы погромче Если это зависит, что я на телефоне прибавила То надеюсь, что малость погромче стала Ну а я еще могу поближе телефон сюда поднести Ну, сойдет Ну, сойдет уже хорошо Так, всем привет Ставим лайки, кому не жалко Добрый вечер, добрый вечер Да Так А я еще Ножечка Немножечка Еще вот так вот Сделаем Вот, чтобы Мы с вами могли Поговорить О Тех вещах, о которых мы Не говорим Здесь Почему о тех вещах, о которых не говорим Ну, знаете, что да Есть алгоритмы Соцсетей Которые не очень приветствуют Какие-либо рассуждения Вот И поэтому Меня Спросили Да, это не кот Это кролик Боря Это Бориска у нас Борис Ушек такие длинные И лапы какие Мощные, огромные По сравнению с ним Потому что он маленький А лапы такие Грозненькие Да, Боречка? Про Про планеты Почему про планеты Это как раз У нас Есть разного Типа планеты Которые Я бы, наверное, не сказала Что они действуют на нас Да, я бы, наверное, это по-другому Обозначила Я бы это обозначила С той позиции, что Планеты Когда Приближаются К земле То Определенные Своей вибрации Они Соприкасаются С вибрацией земли И Соприкасаясь С вибрацией земли Происходят Определенные Определенные Давайте так я назову их Потоки Того же эфира Который Получается Либо более 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 Плотный Либо более Разряженный С определенными Частицами Которые На которые Реагирует Наше тело В том числе И внутренние органы И по внутренним Органам Очень хорошо Видно Что происходит С человеком По внутренним органам Видно На что идет Его реакция На какую планету Идет его реакция На Какие моменты Происходящие с ним И что Ты хочешь Идет Чувствительных Вибрационных Вибрационных Моментов Это когда Ну так скажем В мире Происходят Какие-либо Праздники Почему Потому что Когда происходят Какие-либо Праздники Хочешь Не хочешь У нас Идет Всплеск Энергетический Всплеск От батареек От людей Батареек То есть Мы люди Мы все Батарейки Вот И когда Происходят Определенные Всплески Энергетические Соприкосновения С энергиями Каких-либо Планет Происходит То-либо Иное В нашей жизни И мы Этим Либо пользуемся Либо От нашего Невежества Не умеем Этим Пользоваться Вот И Как раз В этот Новый год У нас Будет Такой Хороший Повод Хороший Момент Воспользоваться Этими Энергиями Во благо Нам Во благо Человечества Я бы наверное Так больше Сказала Вот Просто мы Некоторые Моменты К сожалению Не знаем Но мы Их будем Раскрывать Мы о них Будем Говорить Если что-то Я Что-то Я буду Давать В открытом Доступе Ну а что-то Конечно же Мы будем Погружаться В эти Новые Состояния В распознавание Себя В этих Новых Состояниях На Новый год С ребятами Хотите Думайте Что это Замануха Но я бы Вас Всех Позаманил Акцепет Потому что У нас Действительно Происходит Все Очень Интересно Очень Живенько Очень Живенько Почему Потому что У нас Не обременяет Еда Нет Конечно же У нас Там Когда мы Отмечаем Новый год У нас Есть Стол Потому что С нами Часто Бывают Детишки Семьями Приезжают Приезжают Вообще Некоторые Люди Которые Вообще Не в теме Но им Хочется По-другому Справить Этот Новый год Какой-либо Новый год И Конечно же Есть Стол Туда Можно Подойти Покушать И Он На Отдельном Этаже Столовая И Там Спокойно Кушает Тот Кто Кушающий Но Акцента На этом Нет Акценты Именно На Спектаклях Акценты Именно На Каких-то Практиках Акценты На На Жизни Как мы Можем Жить Жизнь И Это Наверное Одно Из Самых Великих Даров Которые Даны Нам Через Познание Этого Физического Тела И Если Мы Говорим О планетах Да То Есть У человека Несколько Стадий Умирания И Вот эти Стадии Умирания Они Как раз Базируются На Энергии На Энергиях Марса Луны И Сатурна Вот Это Такие Психотропные Генераторы Я бы Наверное Их так Назвала Сатурн Это Вообще Переход В смерть В Посмертный В посмертный Мир В потусторонний Мир Это Такие Мощные Энергии Что Время Сатурн Обозначает Это Как Временная Планета Время Жизни В посмертном Мире Это Действительно Мощь Это Действительно Достаточно Такая Объемная Сила И Вот Эту Объемную Силу Очень Смягчает Луна Вот Потому Что Такого Луна Луна Это Мать Это То Что Передает Своё Своё Вот Это Усыпление Упаюкивание Свои Вот Эти Программы И Почему Программы Я Сейчас Еще раз Повторюсь Я Не Претендую На Истину Я Просто Я Просто Рассказываю То Как Я Вижу Этот Мир Вы Можете С этим Соглашаться Можете Не Соглашаться Вы Можете Видеть Это Все По Другому Это Имеет Место Быть И Я Наверное Еще Отметила То Что Почему Почему Луна Почему Женщина Почему Программы Потому Как Все Мы Любим Говорить Что И Это Такая Глобальная Большая Фраза Что Женщина Забеременела Женщина Вынашивает Ребенка Женщина Там Еще Что Но А Если Мы Посмотрим С той Стороны Что Первым Беременеет Не Женщина А Мужчина И Я Сейчас Объясню Почему Такая Теория Тоже Имеет Место Быть Потому Как Беременность У Мужчины Она Происходит В Нервном Узле Солнечного Сплетения И Мы С вами Конечно Будем Разбирать Все Эти Гормональные Наши Штучки Которые Происходят С Нашим Телом И Когда Мужчина Готов Передать Вот Эту Родовую Схему Родовое Продолжить Свой Род Передать Вот Эту Силу Рода Передать Знание Рода Передать Все Что Связано С Родом Когда Он К Этому Готов То Тогда Попадается Та Женщина Которая Будет Вынашивать Его Ребенка Может Быть Я Сейчас Очень Грубо Говорю Но Вы Поймете К чему Я Просто Веду И Мы Сейчас Не Берем Те Моменты Когда Мужчина Наркоман Или Двое Пьяных Забеременели Мы Конечно Это Давайте Будем Честными Это Не Норма Это Уже Социальная Деградация Если Честно Норма Это Когда Мужчина С Женщиной Встречаются И После Того Как Они Встречаются После Когда Они Понимают Что Это Те Люди С Которыми Они Готовы Те Рука Об Руку После Этого В норме У них Через Переполнение Любви Происходит Следующий Я Следующий Ребенок И Это Наверное То О чем Говорит Природа И Как Бы Мы Не Хотели Поломать Природу Мы Просто Ломаем Себя И Когда Мужчина Готов Передавать Через Семя Свой Рот То Женщина Вынашивает Женщина Уже Как Получается Вынашивает Ребенка Вынашивает Его Рот Программа Почему Ребенку Достается Интеллект В 90% Случаев Это доказано Наукой Учеными В 90% Случаев В принципе Всегда Женщин Через Женский Род Передается Интеллект Детям Почему Интеллект Почему Ум Почему Это Не Связано С родом Отца Потому Что Мать Она Вынашивая Ребенка Они Соединяются Они Соединяются В первую очередь Мать И ребенок Соединены Как Всем Известно Поповина Но Клетки Проходят Первичную Обработку Через Кровь Которая Прошла Через Печень Матери И Вот Младенец Ребенок Формирование Его Начинается С печени Матери Вот Именно Поэтому Так Важно Что Мама Кушает Что Она Употребляет Какие У нее Мысли И Как раз Вот этот Генетический Интеллект Он Передается От матери Потому что Мать Осознает Она Этого Или нет Через Печень Задает Ребенку Программу Задает Интеллектуальный Дар Интеллектуальные Способности А Род Отца Он Получается Он Как Купол Он Защищает Он Позволяет Развиваться Этому Интеллекту Взращиваться Этому Интеллекту Вот Наш организм Он Всегда Так Устроен Что Организм Пытается Вывести Из себя Чужеродное Тело Вы Это Видите Все По Еде Как Он Очень Быстро Пытается Вывести Чужеродное Тело Это Я Сейчас Не Беру Импланты Кто Вставляет Мы Туда Вообще Не Углубляемся И Когда У нас Когда Ребенок Когда Женщина Женщина Идет Оплодотворение То есть Когда У нее Этот Эмбрион Уже Уже Есть Уже Зацепился То Одним Из Первых Ученые Говорят Что Одно Из Последних Но На Сегодняшний День Я Все Таки Склоняюсь И Просмотрев Некоторую Документацию Я Все Таки Склоняюсь Что Одним Из Первых У Ребенка Начинает Формироваться Иммунная Система Иммунная Система Чтобы Не Идти В Резонанс С Клетками Матери Чтобы Материнский Организм Не Выбросил Ребенка Как чужеродное Тело И Душа В теле Удерживается Душа Имеется Ввиду Душа Ребенка В его В этом Маленьком Не до конца Сформированном Теле Удерживается Химической Связью Гипофиза И щитовидной Железы На начальном Этапе Формирования Тела И Когда Вот это Тело Начинает Формироваться Когда Гипофиза Щитовидная Железа Достаточно Достаточно Уже Скажем так Заработались Запустились То тогда Ребенок Остается В теле Матери Это знаете Как Щитовидная Железа Как Ошейник Уже В этот Мир Как Галстук И Когда Идут Какие-либо Заболевания С щитовидкой То это Первый Звоночек Туда Что Вы Освобождаетесь От этого Мира И Здесь Нужно Задуматься А вы Готовы Уйти Из Этого Мира То есть Мы Туда Сейчас Не Зелезем Это Разная Тема Абсолютно И Как Раз Вот Об Это Можно Очень Очень Долго Говорить И Это Опять же Про Что Про Про Планеты Да Как Бы Нам Не Было Это Банально Это Тиша Возьми Мне Борьку Борька Борька Большая Нос Такой Красивый Возьми Борьку Звук Совсем Пропал Звук У нас Становился Все Норм Вот Ребят Это Знаете Мы Очень Долго Разговаривали Что Почему Так Эфиры Идут Ведутся Это Все Таки Видимо То Что Вот Непонятно Что Происходит То У нас Разные Ситуации С Ютубом Сейчас У нас Еще С Телеграм Каналом Непонятно Что Там Тоже У нас Не Очень Хорошая Связь Потому Что Интернет У Меня Хороший Мы Уже Выяснили Что Это Интернет Мы Выяснили Что У меня Тоже Неплохой Гаджеты Тут Ни Причем Вот Они Как Работали Так И Работают Это Ну Видимо Вот Так Вот Как То Так Я хотела Почитать Вопросы Если Есть То По Отвечать На них Добрый Добрый Не Не Обременены Какими То Ярлыками Домыслами Обязательствами Это Это Легкость Легкость В первую очередь Это Легкость Честность Наверное Это Самые Основные Легкость И Честность И Тогда Они Будут Тогда Тогда Будет Хотеться Быть В Таких Отношениях Я Наверное Так Б Сказала Да Никуда Так Ролин Борис Можно Легкость Остановить Процесс Старения В Неедении Например Недавно Узнала Про Индуса Который Не ел Лет 80 Его Следы Убедились Что Не ест А Далее Я узнала Что Он Умер И Он Не Выглядел Молод Смотрите Молодость Это Вообще Можно Можно Когда Ты Познаешь Своё Тело Ведь У нас Тело Нами Оно Практически Не Не Опознано Настолько Что Мы Вообще Не Знаем Своего Тела Это Первый Момент И Второй Момент Здесь Такие Состояния И Они Знаете Как Как Лесенка Идут Тебя Выбрасывает Выбрасывает Все Ниже Ниже Ты Все Блюм 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 То есть Сначала У тебя Идут Те Состояния Когда Когда Ты Кажешь Тебе Кажется Что Я Все Знаю Теперь Я Все Познала Или Познала Вот Я Все Я Уже Все Потом Ты Понимаешь Что Ты Умираешь И Тебе Кажется Что Ты На Фоне Смерти Ты Тоже Уже Все Познал И Что Они Могут Мне Сказать Ново Потом Ты Себя Начинаешь Чувствовать Абсолютно Тем Что Ты Вообще Ничего Не Знаешь Знаете Этих Стадий Очень Очень Много Но На Каких То Стадиях Ты Понимаешь Что Вот Это Люди Которые Например У Нек Вся Вся Жопа В Яблочках И Они Так О Это Прекрасно Посмотрите Вот Это Прекрасно Посмотрите Вот Это Как Хорошо На Какой То Момент Смотришь И Понимаешь Что И У Тебя Такая Стадия Была Когда Но Это Не Реальность Это Не Та Реальность В Которую Ты Живешь Я Не Говорю Сейчас Не Не От Пучков Матричная Реальность Какое Иное Видение И Когда Ты Это Видишь Все Через Розовые Очки Почему Тебе Так Удобно Видеть Это Уже Другие Процессы Другие Моменты Но Когда Ты Это Все Видишь Когда Ты Это Все Понимаешь Когда Ты Это Все Осознаешь То Не Фак Что Тебе Хотелось В Этом Теле В Этом Мире Жить Вот Столько Столько Или Столько Ты Очень Четко Понимаешь Ты Видишь Что На Сегодняшний День Твоя Душа Она Закована В Это Тело И То Что Мы С Вами Говорили На Прошлом Эфире Мы Наверное Завтра Или Послезавтра Сделаем Тоже Эфир В Телеграм Канале Просветление И Там Наверное Мы Углубимся В Эту Тему Тема Когда Мы Очень Много Говорим О Душе И Вроде И Тело Своё Начинаем Тренировать И Говорим О Слиянии Души И Тела Что Это Все Так Прекрасно Все Так Замечательно Но Почему Никто Не Ну Либо Мало Кто Говорит О том Что Душа Не Есть Тело Почему Они Не Могут Найти Единого Единой Точки Соприкосновения Почему Наша Душа Бессмертна А Тело Смертно На каком этапе Они не смогли Договориться Что Тогда Наше Тело Для Нашей Души И Что Тогда Наша Душа Делает В этом Смертном Теле И Как Она Себя Чувствует Зная Что Она Умрет Как Бы Вы Себя Чувствовали Зная Что Вам Осталось Вот Столько То Времени Что Бы Вы Начали Делать Пошли В Разнос Или Наоборот Начали Делать Благие Дела Что Делает Ваша Душа Осознавая Что У нее Так Мало Времени В Этом Теле Это Жить Все Время Под Страхом Смерти Она Живет Здесь Или Она Мучается Здесь Это Это Очень Такие Вопросы И Мы О Поговорим Нем Поговорим Продолжение следует... 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 Размешивайте... И чтобы вас не видно было... Уходите в туалет, в ванную комнату... И садитесь над корточками... Прямо над этим горшком... Чтобы паром... Вам нужно... Не в кипяток ни в коем случае... А над этим... Вам нужен этот пар марганцовки... И пока этот пар есть... 10-15 минут... Вот вы сидите над этим паром... В принципе, хватает одной процедуры... Но сделайте на всякий случай... Три дня или два дня подряд... И у вас не будет... Вы вообще забудете о своем цистите... Я не представляю, чтобы все были бессмертны... Да все они будут бессмертными... Не будет никогда равенства... Ни души, ни тела... Вы делаете индивидуальные консультации? Да, делаем... Все контакты всегда есть под видео... Луна обаюкивает для чего? Луна дает один из гормонов... Сиротонин... Мы тоже в нем потом более подробно его разберем... И она на определенных стадиях его дает... А потом в определенный момент его забирает... И человек не забирает, а не дает... Не выдает эти вибрации... Может быть, вы на себе отмечали... Что бывало у вас такие ситуации... Что вы вроде бы легли спать рано... Вроде бы и питание у вас здоровое... Какое-нибудь легкое... И физическая активность замечательная... И рано вы легли спать... А утром просыпаетесь, как разбитая корыта... Это как раз, когда у вас не проходит... Не проходит вот эта волна серотонина, которая идет от Луны... И этим как раз и формируется ваш жизненный цикл... Сколько вы здесь будете жить... В этой плотности... Как бы оно странно ни звучало... Но мы потом разберем это... Разберем, наверное, это больше... В закрытых моментах... Потому что алгоритмы Ютуба это не очень любят... Бессмертные или долгожители в этой плотности могут быть только земные дожи... Нет, не обязательно... Ты общалась с трехсотлетним расскажением... Общалась, но я уже рассказывала... Я не вижу смысла повторять... Потому что один из эфиров был удален... На Ютубе... И как бы... Где-то он есть... Где-то я про него рассказывала... Почему сильно болят кости и суставы при голодании? Кости и суставы болят при голодании... Нужно смотреть... Нужно смотреть вообще ваш анамнез анализов... Что у вас есть изначально... До голодания... С каким телом вы пошли в голодание? Это первый момент... Второй момент... Это могут вымываться соли... И у вас есть такая реакция... На вот этот солевой дискомфорт... Потому что очень многие продукты сейчас имеют соль... А вообще изначально... Наше тело получает соль из воды... Из воды, из фруктов, из овощей... Если мы не говорим вообще о том, что она воспроизводится своим телом... Поэтому, когда вы убираете пищу... Вот, бывают такие... Такие моменты бывают... В том числе и от того, что не усваивается кальций... Не усваивается кальций по многим причинам... В том числе и от нехватки магния... Вот... Это нужно знать свои анализы... Чтобы вообще понимать, что у вас происходит... Попробуйте попить магний... Если с магнием будет все хорошо... То значит, просто у вас не усваивается кальций без магния... Доброго времени, Светлана... Очень много хочется есть орешков, семечек... В чем дело? В чем такая тяга на орешки? Ну, я не знаю вообще, какой ваш рацион... Если он у вас достаточно легкий, то просто... Не хватает... Вот, жиров... Попробуйте поесть авокадо... Посмотрите, в чем у вас... Что у вас с орешками связано? У вас орешки это для... Это какие-то воспоминания, может быть, откуда-то достаточно приятные... Потому что, если мы разберем вкус орехов... Там вкус не особо-то и вкусный... Вот... Мы не берем там какие-то кедровые орешки... Да, они все плюс-минус одинаковые... Вот... Это именно, как правило, орешки, семечки... Это, как правило, то, что вы можете сесть и постоянно жевать... Если вы замените какими-нибудь самодельными овощными чипсами... Или просто себе порежете, там, морковку вы положите... То, я думаю, что вы легко замените семечки... Ну, и орешки... Климакс, плохой сон, что делать? Нужно сдать на гормоны... И посмотреть, что у вас, чтобы подтянуть, какие гормоны подтянуть... Каждый гормон относится к определенному органу... И здесь нужно смотреть, какой гормон... Ну, а вообще, в принципе... То, что тоже работает практически всегда... Это контрастный душ... Но контрастный душ перед сном заканчивать обязательно холодной водой, ледяной... Ледяной водой... И очень хорошо, если у вас есть эфирные масла... То ноги мы добавляем в крем мяту... Мяту и грушанку, если нет рам открытых... Которые будут работать с костями... Потому что там одна из самых больших нагрузок... Грушанкой еще делаем крем... То есть, то же самое, таз... Потому что таз у нас это... Крестец, пересечение двух жизней... До и после, которые вы поделили в таком раннем возрасте... А наверх уже можно какой-нибудь добавить в крем какое-нибудь сладкое... Сладкое масло... Это несколько капель ванили... Но натуральный ванили, а не который в булочку добавлять искусственно... Ваниль, роза... Ланг-тыланг... Что-нибудь такое... И вы почувствуете, что какое у вас расслабление будет на таком уровне... Что вам просто скажут... Боже мой, неужели так бывает? Мудро... Если делать ее три часа в день, постоянно человек преодолевает смерть... Тогда вопрос, что такое постоянно, на протяжении какого времени... Постоянно это с самого детства... И если есть такие люди, которые... Вот, например... Ему, например, 600 лет... Ему спрашивают, почему у тебя столько же... И он говорит, вот потому что я делал такую мудрую... То, наверное, это имеет место быть... Если мы прочитали это где-то в книжках... То тогда сложно об этом судить... Так, можно вылечить яйцо желудка при сухом голодании... Если она у вас в процессе обострения... То нет... Ни одно заболевание в процессе обострения... Я бы не рекомендовала лечить сухим голодом... Вот так вот... Потому что обострение, оно не то обострение, что там идет воспалительный процесс... А сухой голод еще больше будет пережигать... И не факт, что ваше сердце вообще с этим справится... Ну что, ребят... Завтра про что мы с вами поговорим? Про что-нибудь такое интересненькое? В телеграм-канале... На канале просветления... Давайте там... Попробуем провести эфир... Я надеюсь, что у нас в телеграм-канале будет все хорошо... А как только... Ютуб даст нам больше возможностей... Что-нибудь проводить... То это будет очень хорошо... Потому что на сегодняшний день... Я не знаю, как это называется... Но вот я в каком-то там теневом бане... Как мне это описали... Что... Что меня практически видят... 90% тех, кто подписан... Ролик не заходит в ленту... Надо так, наверное, сказать... Всех обняла... Спасибо огромное за вопросы... И еще раз повторюсь... Чем больше у нас будет вопросов... Тем больше мы будем эти темы различные поднимать... Все... Прощаюсь с вами до следующего раза... Пока! 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 Пока!